В Забайкальском крае более полутора тысяч километров приходится на федеральные автодороги. К ним относятся А-350 Чита Забайкальск, граница с КНР, Р-258 Байкал, Иркутску Ланудэ Чита и Р-297 Амур, сообщением Чита Хабаровск. Кроме того, в конце 2021 года в федеральную собственность был передан подъезд к аэропорту города Читы, участок, протяженность которого составляет почти 10 километров. Все эти объекты находятся в оперативном управлении подведомственного Росавтодору Федерального казенного учреждения «Уппортор Забайкаль», которое занимается не только строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений, но также их проектированием и содержанием. Существенный рост финансирования и масштабов производства мы наблюдаем. Если в прошлом году порядка 80 километров, в этом году 145 километров будет отремонтирована федеральная дорога. В целом мы активно ведем работы по приведению нашей сети в нормативное состояние. Порядка 80% сейчас составляет ее в нормативное состояние. Мы также активно продолжаем работу в этом направлении. Всего на автодорогах расположено почти 2000 искусственных сооружений. Из них 245 мостов, остальное – водопропускные трубы. В этом году на федеральных трассах Забайкалья производится ремонт 9 мостов, 5 из которых будут сданы в эксплуатацию до конца года. Капитальный ремонт одного из них – моста через реку Унгур – был официально закончен в августе нынешнего года. Всех поздравляю с окончанием капитального ремонта объекта. Объект, считаю, принятым в эксплуатацию. Проезд запущен. Проезд открыт. За год с небольшим специалисты выполнили здесь значительный объем работ. От устройства свайных опор моста и монтажа новых балок пролетных строений до укладки асфальтобетонного покрытия и укрепления русла реки. Для удобства и безопасности пешеходов установили барьерные и перильные ограждения, а также провели освещение. Объект находился в стадии капитального ремонта с марта 2021 года по август 2022 года. По государственному контракту срок ввода объекта предусмотрен на декабрь 2022 года. То есть мы сегодня ввели досрочно данный объект. Работы производились в круглосуточном режиме с обеспечением безопасного проезда. Был предусмотрен объезд с временным мостом. В конце 2022 года завершится и капитальный ремонт путепровода через автомобильную дорогу Байкал, расположенного на первом километре автомобильной дороги Чита-Хабаровск. Движение на обновленном искусственном сооружении станет двусторонним и обеспечит выход с автодороги Амур на другую федеральную трассу Байкал. Данный объект подразумевает под собой замену подпорных стенок, замена фундаментов, устройство опорных частей, замена балок произошла. Предыдущий путепровод мог пропустить только одностороннее движение в сторону Хабаровска. Сейчас же данный объект предусматривает движение по двум полосам. То есть водители, проезжающие по данному путепроводу, могут с легкостью вернуться в Читу. То есть безопасно и комфортно, не создая аварийной ситуации на дороге. При этом около 30% железобетонных изделий фирма-подрядчик производит самостоятельно. За качеством применяемых строительных материалов при производстве ремонтных работ пристально следят сотрудники специализированной лаборатории, которая выполняет весь комплекс испытаний. Лаборатория отдела контроля качества ФКУ Пардор-Забайкаля занимается проведением испытаний дорожественных материалов, которые применяются на объектах капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. Мы испытываем щебень, пески, асфальтобетоны, бетонные смеси. Также занимаемся отбором проб на дороге, выпиливаем керны из покрытия, и потом дальнейшие испытания проводятся в нашей лаборатории. Проводим приемку монолитных железобетонных конструкций. Одним из направлений деятельности УПРДор-Забайкаля является содержание автомобильных дорог. Помимо установки дорожных знаков и обработки противогололедными средствами, сюда также входят работы, позволяющие значительно повысить износостойкость дорожного полотна. Так, например, в сентябре в Крае было завершено устройство защитных слоев почти на 80 километров федеральных трасс. В 2022 году выполнили работы по устройству защитных слоев покрытия, по технологиям микросюрфейсинг, слорисил и новочип. Эти тонкослойные покрытия позволяют существенно увеличить срок службы покрытия после окончания гарантийного периода, а также увеличивают прочностные характеристики, коэффициент сцепления с дорогой. Одна из основных задач УПРДор-Забайкалья – обеспечить безопасность передвижения пешеходов на участках федеральных трасс, находящихся в пределах населенных пунктов или рядом с ними. С этой целью в текущем дорожно-строительном сезоне установлено 18 инновационных проекционных переходов, которые дублируют дорожную разметку в темное время суток и плохую погоду, создавая яркий световой коридор. Также в рамках эксперимента к началу учебного года в трех населенных пунктах – Агинском, Атамановке и Новокручининском – дорожники установили светофоры с кнопкой вызова и светодиодной брусчаткой, дублирующей сигнал светофора. Отрасль дорожного хозяйства включает в себя огромное количество сотрудников. И это не только те люди, которые работают в так называемых полевых условиях. Масса глобальных вопросов от проектирования до разработки сметной документации решается здесь, в офисе компании. Каждый работник выполняет свою ответственную и значимую роль в общем деле. И каждый из них непременно вносит свой вклад в развитие дорожной сети. Дороги соединяют города и села. И вообще качество дорог определяет социально-экономическое развитие региона. Поэтому, дорогие коллеги, сердечно вас поздравляю с наступающим праздником. Желаю вам, вашим близким здоровья и всяческих дальнейших профессиональных успехов. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова